Под поверхностью северной части Тихого океана развертывается драматический геологический процесс, который можно сравнить с медленным, но неотвратимым распадом гиганта. Новые данные показывают, что одна из тектонических плит региона буквально рвется на части. Это означает, что целая зона субдукции, одна из ключевых двигателей нашей планеты, приближается к своему концу. Понимание процессов, происходящих в этом регионе, может оказать значительное влияние на экосистему, геологические исследования и безопасность населения, живущего в ближайших к активному участку регионах. В северо-восточной части Тихого океана, у побережья острова Ванкувер, сходятся четыре важнейшие тектонические плиты. Эксплорер, Эксплорер, Хуан-де-Фука, Хуан-де-Фука-Парга, Тихоокеанская, Тихоокеанская и Североамериканская, Североамериканская плиты. Первые две медленно погружаются под материковую плиту Северной Америки, формируя зону субдукции Каскадии, регион, известный своей высокой сейсмической активностью. Именно здесь происходят мощные землетрясения и образуются вулканы Тихоокеанского огненного кольца Геатадыбе. Каскадия представляет собой один из наиболее исследуемых с точки зрения сейсмологии и вулканологии регионов на планете. На протяжении тысячелетий здесь происходили крупные геологические события, которые кардинально меняли облик этой части Земли, создавая уникальные условия для исследований. Однако новое исследование, проведенное группой ученых под руководством геолога Брэндона Шака из Университета штата Луизиана, показало, что система Каскадии начала разрушаться изнутри, указывая на потенциальные опасности, которые могут затронуть миллионы людей. Зоны субдукции представляют собой области, где одна литосферная плита ныряет под другую. Этот процесс способствует обновлению земной коры и перерабатыванию старых участков дна, что становится основой для формирования новых геологических структур. Но, как и у всего живого, у таких зон есть свой жизненный цикл. Чаще всего этот жизненный цикл начинается с накопления напряжения, которое приводит к мощным вулканическим и сейсмическим явлениям, когда плиты сталкиваются. Процесс формирования зоны субдукции, по словам Шака, можно сравнить с тем, как толкают поезд вверх по наклонной плоскости. Когда движение уже начато, остановить его крайне сложно. Однако для завершения этого процесса требуется явное крушение. Ученые зафиксировали именно такое крушение под Тихим океаном, и его последствия могут оказаться далеко не безобидными. Используя современные технологии, такие как сейсмическая томография и акустические отражения, ученые просветили кору и верхнюю мантию под дном океана. Результаты показали наличие огромного количества крупных трещин и разломов. Один из них протянулся на целых 75 километров. Обнаруженные структуры указывают на то, что плита Explorer RR раскалывается на микрофрагменты, что ставит под сомнение стабильность всей субдукционной системы. Некоторые зоны уже потеряли связь с основной плитой и стали сейсмически неактивными. Это означает, что процесс погружения или субдукции замедляется и постепенно угасает, что вызывает все большее беспокойство. Мы впервые получили четкую картину умирающей зоны субдукции. Плита не просто исчезает. Она разваливается вагон за вагоном, как поезд, сходящий с рельсов. Объясняет Шак. Когда субдуцирующая плита теряет массу и целостность, она перестает тянуть остальную часть вниз. Это может привести к снижению вулканической активности, поскольку основная механика, стоящая за образованием вулканов, начинает ослабевать. Геологическая энергия перераспределяется. И для региона Каскадия это может означать изменение характера землетрясений и постепенное затухание вулканической дуги, которая сегодня простирается от Северной Калифорнии до Британской Колумбии. Процесс распада этой зоны может не только стать причиной изменения в геологии, но и оказать влияние на климат, пову и даже экологические состояния региона. Понимание этих изменений поможет человечеству быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Несмотря на то, что этот процесс нуждается во времени и может занимать миллионы лет, для науки это представляет собой уникальную возможность наблюдать за концом геологического цикла в реальном времени. Ученые, следящие за этими процессами, смогут получить ценные данные о том, как проистекают изменения и какую форму они принимают, а также как они могут повлиять на будущие поколения. Когда плита теряет свою целостность, происходят изменения не только в вулканической активности, но и в чистоте и силе землетрясений. Уменьшающееся количество материала, вовлеченного в процесс, может привести к тому, что напряжение на границах плит распределяется по-другому, что, в свою очередь, может снизить вероятность мощных землетрясений. Это изменение в энергопередаче может зависеть от многих факторов, таких как глубина разломов и размеры новых трещин, которые возникают в условиях уменьшения активности. На этом фоне можно ожидать, что на смену старым геологическим структурам придут новые. Угасание активности каскадии может оставить после себя новые микроплиты, и если прогноз верен, это может привести к образованию новых границ плит, что, в свою очередь, позволит формировать новые ландшафты и экосистемы. По словам Шака, данные из каскадии полностью совпадают с тем, что ученые наблюдали в древних породах других регионов мира. В слоях старых вулканических поясов видно так называемое омоложение пород, след разрушения субдуцирующих плит, которые останавливались в процессе погружения, делая выход на поверхность. Это постепенное разрушение, по одному эпизоду за раз. Так формировались новые микроплиты и рельефы, которые сегодня мы называем древними континентальными швами. Уточняет Шак. Изучение таких процессов имеет важное значение, поскольку дает представление о том, как выглядит эволюция плит и текстура геологического мира во времени. Больше всего очаровывает то, что на протяжении миллионов лет каскадия демонстрирует, как геология может меняться, адаптироваться и эволюционировать. Зона субдукции каскадии сформировалась около 35 миллионов лет назад. Именно она создала каскадные горы, включая такие известные вулканы, как Рейнер, Сент-Хелленс и Худ. Эти горы-жемчужины не только впечатляют своим величием, но и играют важную роль в экосистемах региона, которые являются домом для множества видов флоры и фауны. Тем не менее, уровень вулканической активности и частота землетрясений, наблюдаемых в регионе, делают его одной из наиболее проходимых для научных исследований зон на планете. Большинство ученых считает необходимым поддерживать постоянные наблюдения, чтобы получить более полное представление о динамике процессов, происходящих в этой области. Согласно прогнозам ученых, распад зоны субдукции может иметь следующие последствия. 1. Изменение вулканической активности. С течением времени может потухнуть часть вулканов Северной Каскадии, что приведет к значительным изменениям в экосистемах этих мест. Различные виды флоры и фауны, зависящие от активных вулканов, могут быть под угрозой. 2. Снижение частоты сильных землетрясений. Трещины и разломы могут ослабить передачу напряжения и значительно снизить вероятность возникновения мощных подземных толчков. Однако это не исключает возможности более мелких, но частых землетрясений. 3. Формирование новых микроплит. Возможно появление новой тектонической системы у побережья Канады. Возникновение новых микроплит может привести к образованию новых вулканов, что также изменит ландшафт и экосистемы региона. 4. Перестройка океанского дна. Исторически сложилось так, что взаимодействие океанских плит приводит к изменению уровня моря и формированию новых ландшафтов. Через десятки миллионов лет здесь может возникнуть новая граница плит, что приведет к образованию новых геологических характеристик и морских земель. 5. Экологические изменения. Потухание вулканов и изменение сейсмической активности могут повлиять на клептонные экосистемы, находящиеся рядом с вулканами. Это может причинить значительный ущерб не только самих экосистем, но и влиять на более широкий уровень, включая изменения климата в данном регионе и изменения существующих гнездовых мест. Такое постепенное разрушение может не только затронуть экосистему региона, но и иметь далеко идущие последствия для людей, живущих в этом районе. Изменение вулканической активности может существенно повлиять на климаты природного и природные ресурсы, на доступность пресной воды и плодородных земель. Тектонические изменения в зоне субдукции Каскадии могут оказывать значительное влияние на жизнь людей. При проекции возможных изменений на социальные и экономические аспекты важно учитывать, что регионы, находящиеся в непосредственной близости от активных вулканов и потенциальных сейсмических зон, нуждаются в качественной подготовке к стихийным бедствиям. Системы предупреждения о землетрясениях и технологии, позволяющие даже при минимальных звонках в сейсмической активности предоставить населению возможность эвакуации, будут иметь важное значение. Правительства и организации, занимающиеся изучением и предупреждением стихийных бедствий, могут извлечь уроки из наблюдений, связанных с процессами в зоне субдукции Каскадии. Банки данных между правительственными и исследовательскими учреждениями могут стать полезными для анализа риска, что позволит более эффективно справляться с последствиями землетрясений и вулканических выбросов. Это также имеет значение для разработки моделей будущих сценариев, основанных на текущих данных и исторических примерах, что поможет прогнозировать воздействие природных катастроф на общество. Учитывая, что распад зоны субдукции занимает миллионы лет, научный интерес к этому процессу не исчезнет. Напротив, необходимо продолжать исследования, чтобы глубже понять, как образуются новые геологические системы и как они могут изменять экосистемы. Научные исследования должны оставаться приоритетными для понимания важнейших процессов, которые происходят на уровне литосферы. Важно также учитывать обновления и коррекции в научной модели, которые произойдут с течением времени, когда мы будем собирать больше данных и проводить новые исследования. Существуют также современные технологии, такие как спутниковая навигация, которые позволяют отслеживать изменения в ландшафте в реальном времени. Эти технологии могут стать основным инструментом для ученых, работающих в этом регионе, позволяя получать более точные данные о динамике процессов. Таким образом, подводный гигант Каскадии не просто умирает, он предупреждает нас об изменениях, которые произойдут в будущем. Мы имеем возможность учиться на его распаде, основываясь на накопленных знаниях и практическом опыте. А это может привести к превращению опасных ситуаций в возможности для исследований и прогресса. Кроме того, геологические исследования могут привести к созданию более устойчивых подходов к управлению ресурсами, смягчая последствия стихийных бедствий. Стратегически важно работать с учеными и геологами, чтобы разрабатывать стратегии управления рисками и улучшать устойчивость сообществ, особенно тех, что находятся в непосредственной близости от потенциально опасных зон. Тектонические процессы, происходящие под Тихим океаном, показывают, как быстро и без предупреждения природа может измениться. В то время как распад зоны субдукции Каскадии представляет собой завершение одного геологического цикла, он также открывает возможность для появления новой динамики и лучших условий для жизни. Важно объемное и открытое понимание изменений, которые происходят вокруг нас, и их влияние как на природу, так и на общество. С каждым научным открытием и каждым наблюдением у нас появляется больше шансов не только понять, но и адаптироваться к вызовам, которые ставит перед нами природа. Эти знания могут стать основой для эффективных методов, которые помогут нам сосуществовать силами Земли и минимизировать последствия неожиданных природных катастроф. Мы стоим на пороге понимания, которое приведет к более устойчивому и сбалансированному отношению к окружающей среде и нашей планете в целом. Необходимо подчеркнуть, что эти процессы будут продолжать вызывать интерес у ученых и исследователей в будущем. Исследования продолжают открывать новые пути не только к пониманию геологических процессов, но также к управлению ресурсами, экологии и безопасности. Мы лишь начинаем осознавать всю сложность и взаимосвязанность природных процессов, и предстоящие открытия могут кардинально изменить наше восприятие Земли и ее уникальных систем. В конечном счете, распад зоны субдукции каскадии служит не только предупреждением о том, как природа способна создавать и разрушать, но и напоминанием об ответственности человечества за планету. Визуализируя хрупкость этих систем, мы можем научиться к ним относиться более бережно и осознанно.